Нам открыты все маршруты! С добрым утром, девочки и мальчики! Это утро мы начинаем вместе с Филей и с Мариной Яковлевой! А ещё с талантливой актрисой и певицей Надеждой Ангарской. Доброе утро! Доброе утро, Марина! Доброе утро, Филя! Доброе утро, девочки и мальчики! Очень рады видеть вас в нашей солнечной студии! Это очень взаимно, конечно, такое доброе утро! Как можно без вас встречать? Надежда, вас любят и обожают как комедийную актрису! Но я знаю, что по образованию вы математик, да? Совершенно верно! Вот расскажите, что это такое странное? Как совместилось это всё? Филь, так случилось, что я поступала в театральное, мне не очень понравилось, вернулась, экзамены вступительные прошли, и мне пришлось поступить туда, куда ещё шёл набор. Либо я была бы горным инженером, либо математиком-системным программистом. Я подумала, что, наверное, я больше математик, и оранжевые каски мне не идут, поэтому я математик, системный программист по образованию. А что вам в театральном-то не понравилось при выступлении? Кто-то не так посмотрел? Застеснялись? Ну, во-первых, мне было 16 лет, когда я приехала, я ещё не особо понимала, вот я хотела быть, я, наверное, больше хотела быть на сцене, чем вот конкретно актрисой. И какой актрисой, да? Это потом уже пришло, что я пошла по стопам, скажем так, своих старших друзей, которые пошли в КВН, они меня пригласили. Я хотела, в принципе, веселить людей. Так, вот. А моя мама говорила, что пути Господни неисповедимы, и если уж тебе суждено, то ты всё равно на сцену попадёшь. Я всегда попадала на сцену, ну, как-то само собой так получалось. Первый раз, наверное, в шестом классе, да. Мне дали грамоту за лучшую роль. Я играла роль вождя племени в пионерском лагере Феодосии, да. Странно, девочка, а вождь племени. Нет, дочь вождя, дочь вождя. Да, дочь вождя. Но это ещё куда не шло. И вот оттуда как-то и пошло. Но вы же ещё прекрасно поёте. Да, это тоже отдельная история, как можно совмещать вообще актёрские какие-то навыки уже, да, и способности, может быть, и таланты с пением. Потому что в школу я пошла музыкально очень поздно, меня взяли только на баян, и вот раскрылась. На баян? Да, я баяни. На баяне ещё играете? Я баянистка, да. А то есть вы бы прямо шли, вот хотели играть на баяне? Нет, не потому что я хотела, потому что не было времени закончить класс фортепиано, потому что мне оставалось учиться в школе 6 лет вообще образовательной, а на фортепиано надо было 7 лет. И только поэтому, а на баяне 5. А-а-а. Поэтому я вот закончила школу музыкальную в 10 классе, и вообще образовательной. Ну, то есть так получилось. Я вот 5 лет поиграла на баяне, но у нас была детско-музыкальная хоровая школа, и эта школа, она очень известна была в России, ну, в принципе, сейчас известна. У нас был прекрасный руководитель, вообще, кто создал. Нам никто не верил, что у нас хор только дети. На меня показывали, ага, у вас в консерватории учатся, это тоже в консерватории. А наш дирижер говорил, вы посмотрите, где находится город Нерингри, Якутия. Нерингри, Якутия. Вот, ребята. Там очень холодно, Филин, и вот там все мерзнут. Ну, я не замерзну, у меня шерсть. И вы мерзли. И мозг у тебя замерз. И вы мерзли. Конечно, мерзли. И все-таки, что вам больше всего нравится, выступать в роли актрисы или певицы? Ой, мне нравится это другое, Филин. Но вот недавно, ну, как недавно, так давно я стала мамой, и мне очень нравится эта роль. Я думаю, что это главная роль в моей жизни. У меня есть сынок, ему три с половиной годика. Ух ты! Так, а как его зовут? Его зовут Давид. Поете колыбельные? Пою колыбельные, но чаще это импровизация. То есть у нас нет конкретной песни, которую он любит. У нас есть ритуал. Мы обязательно смотрим какой-нибудь мультик немножечко перед сном и читаем сказки. А мы вот подготовили небольшой экзамен на знание мультфильмов. Надеюсь, он не сложный? Нет, нет, не сложный. Мы будем произносить фразы из мультфильмов, а вам нужно угадать, какому персонажу они принадлежат. А наш волшебный телевизор покажет правильный ответ. А чтобы увидеть его в БАМ, нужно подойти ко мне поближе к телеэкрану. Так. Ну, если вы готовы, тогда начнём. Первая фраза. Моя бабушка чемпион мира по обниманиям. Мне кажется, это Карлсон. Хм, прекрасно, точно, Карлсон. Теперь моя очередь. А в попугаях я гораздо длиннее. О, это точно, сейчас скажу, сейчас скажу. 38 попугаев, удав говорил так. Ну-ка. Ну-ка посмотрим. Точно. Так, прекрасно. Следующий вопрос. Ты с кем дружишь? Со мной или с зайцем? Это очень сложный вопрос, Филя. Подумайте. Ёжик из мультика «Трям здравствуй». Правильно. Хорошо. А вот это откуда? Итак, начинаем утреннюю зарядку для тех, кто нас смотрит вечером. Может быть, это попугай? Подумайте лучше. Подумать лучше. А там был заяц? Там? Ну, может и был. А, может быть, это... Ну, погоди. Смотрим. Хе-хе-хе. Угадали, угадали, угадали. Я не жадный, я домовитый. Домовенок, Кузя. Ну, как быстро. Да, это же мой любимый. Да, славный домовенок. Так, ну, слушайте меня, пожалуйста. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой вверх держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. Мне кажется, эту фразу знают все. Это точно кот Матроскин из Простоквашина. Само главное, он дает верный совет. Это про... Я теперь только так, бутерброд ем. Да. Да. Точно. Подвожу итоги. Экзамен на знание мультфильмов сдан на отлично. Ура! Ура! Филис, скажи, пожалуйста, а у меня будет какой-нибудь сертификат? Но я хочу ребенку показать, что я выиграла. Не сертификат, а кое-что поинтереснее. Сейчас я произнесу знаменитый волшебный хрюк Хрюше. Хрю-хрюк. Примите от нас этот букет воздушных шариков. Пожалуйста. Ой, спасибо большое. Прямо настроение поднимается, вы знаете, от шаров. Это как-то удивительное чудо. И для того, чтобы у наших телезрителей, девочек и мальчиков, у их родителей было тоже хорошее настроение, я бы хотела спеть песню тоже из мультфильма. Ура! Ура! Здорово! Песни мы просто обожаем! Филис, я попрошу мне подтанцевать. Хорошо. В море ветер, в море буря, в море воют ураганы. В синем море тонут лодки и большие корабли. Корабли на дно уходят с якорями, с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки. Золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины рассыпаются дождем. Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым, Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ты будешь нашим королем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok